А к нам пришла прекрасная наша коллега, журналист «Новой газеты» Елена Милашевна. Лен, привет! Всем привет! Привет! Здравствуйте! Как ты? Я нормально. Как 2023? Ну, такой же, как 2022. Тяжелый год, конечно. И, ну, в моем личном плане, в смысле нападения и того, что происходит у нас, в первую очередь, в Украине, в России. Ну, и в мире тоже. Ну, держимся. Я, знаешь, хотела все спросить об этом. Когда произошло нападение, вот после того, как выяснилось, что огромное количество людей на самом деле готово поддержать. Вот у тебя не было вот этого удивления, что оказывается вокруг так много людей, которые и поддержат, и не побоятся поддержать? Было, я об этом уже говорила, что, в общем-то, это не первое нападение на меня, даже непосредственно в Чечне, но первый раз была такая солидарность с разных флангов, разных сторон баррикад. Я думаю, что, конечно же, люди реагировали в первую очередь эмоционально на ту жестокость, с которой это нападение было совершено, и тот факт, что, в общем, я, по крайней мере, не стала скрывать степени варварства и безнаказанности, которую, в общем, продемонстрировали в Чечне неизвестные, которые до сих пор ловят, вот, и которые свободно разгуливают по Чечне, ничего не боясь. Вот, и, да, удивило, но я думаю, что еще один фактор здесь есть, это отношение к Кадырову, которого, в общем, так или иначе возложили ответственность за это нападение, вот, и к его людям, к огромному, в общем-то, накопившемуся уже количеству вызывающих вещей, которые неприемлемы даже в таком обществе, как наше, мне трудно назвать его цивилизованным, но тем не менее, вот, которые выглядят варварскими, дикими совершенно и остаются безнаказанными, вот. Я думаю, что это второй фактор. К сожалению, это отношение экстраполируется на весь чеченский народ, с чем я категорически не согласна, и чеченцы, как таковые, не имеют отношения ни к нападению на меня, ни ко всей этой ситуации, которая в Чечне развивается, которая вызывает возмущение даже у людей, которые, в общем-то, здесь тоже лютуют и ратуют за всевозможное зверство. Но зверство чеченский, видимо, совсем такого рода раздражитель, который даже у этих людей вызывает отропь. И негодование. Вот. Ну, этот второй фактор, мне кажется, очень существенным. Он сыграет в будущем для страны, и он копится. И вот я с этим связываю тот факт, что огромное количество людей, как я сказала, находящихся по разные стороны баррикад, раздирающие мои ценности, не разделяющие мои ценности, следящие за моей работой в Чечне на протяжении многих лет, а я ее продолжаю, в общем-то, за своими коллегами Анной Политковской, Натальей Эстемировой. Это, в общем, во многом правозащитная журналистика, да, журналистика, которая защищает и ставит во главу угла права человека. А вот люди, которые, в общем, смеются над этим словосочетанием права человека, тем не менее, выступили категорически в мою поддержку и защиту, когда мы с моим коллегой Сашей Немовым, юристом, адвокатом Заримой Мусаевой, приехали на приговор Заримой Мусаевой, и стали жертвой нападения. — А вообще этот год для тебя сложился так, что по своей воле и не по своей воле ты получил такую, как бы, славу всероссийскую. Ты так была очень известным журналистом в России, но у тебя было и, как бы, нападение, и интервью Кати Гордеевой. Ты скорее в плюс с точки зрения своей карьеры ставишь вот эту ситуацию, что, как бы, ну, теперь тебя узнают, как бы, в любом уже углу. — Ну, я, значит, скажу сейчас смешные случаи по поводу известности. Я вылетала из Шереметьево и проходила погранконтроль. Летела я в Германию. И, в общем, я не люблю проходить контроль. Иногда меня там задерживают, иногда даже допрашивают. Ну, в общем, как всех, в общем, моих коллег, которые так или иначе связаны с той деятельностью, которой мы занимаемся. То есть рассказываем людям правду, а не ложь. Вот. И подаю я паспорт. Это было... Это было в... 1 ноября этого года. Подаю я паспорт женщине. Ну, сейчас, думаю, будет спрашивать, куда я лечу. Я лечу в Стамбул, а куда дальше Стамбула. То есть все эти вопросы. Вот она спрашивает меня, как ваш кот Кузя. А я только что получила этот кот, которого я усыновила, укатила. Укатавила, да. Укатавила, да. Совсем недавно он был подброшен там в числе других еще 9 котов и кошек безжалостными людьми, которые довели их просто до жуткого состояния. Всех котов перезаразили тяжелыми заболеваниями. Вот у моего Кузи три тяжелых диагноза. И вот как раз перед вылетом я получила результаты КТ. И как мне врач сказал, ну хорошо, опухоль не нашли. Но у нас там проблемы. И я очень переживала, что я вот сейчас улетаю опять на какое-то время. Как там будет мой кот? И этот вопрос вызвал у меня просто слезы. Я там начала рыдать на этом паспортом контроле. Объясняя, что я вот вообще-то не хочу никуда уезжать. Да надо, вот. Ну вот, Кузя, вот. Да, это вот что касается известно. Еще я не очень люблю известности. Меня узнавали на улице, узнавали много раз. И это связано было опять-таки с тем, что меня в Чечне не только избили, но еще обрили. И, в общем, волосы отрастают, конечно, дольше, чем заживают гематомы. И даже переломы. Вот. И мне это очень-не очень нравилось. И никогда, в общем, не нравилось. Вот. Но я не ставлю это ни в плюс, ни в минус. Это, в общем, случилось. И с этим надо как-то справляться. С точки зрения работы, это скорее даже мешает, чем помогает. Потому что в ту же Чечню теперь можно проехать. Ну, недавно Чеченский суд активно очень вызывал меня, прям очень активно, и моего адвоката, и одновременно мою коллегу, которая является потерпевшей по другому нападению на меня в Грозном, которое было в феврале 2020 года. Это дело тоже не расследовано, как и это нападение. И мы до сих пор с 2020 года, то есть это скоро будет 4 года, мы не можем ознакомиться с материалами расследования. Нас просто к ним не допускают, хотя мы потерпевшие, имеем право. Мы уже судились. Дошли до Кассационного суда. Кассационный суд отменил решение, вынесенное чеченскими судами, об отказе на ознакомление нас с материалами следствия. И вот новый суд в Чечне, и звонят Марине, звонят мне, шлют кучу повесток, вот что-то там. Марина потом проверила, на этот день, когда было назначено заседание по нашей жалобе, в соседнем зале суда судили Журавеля. Да, и мы, не то чтобы потом подозревали, но у нас зародилось подозрение, что готовилась какая-то очередная провокация. Вот таких шансов, чтобы опять совершить нападение и прославить, в кавычках, меня на весь мир таким образом. Мы больше не дадим ни я, ни Марина, ни мои коллеги, но я надеюсь, по крайней мере, я за себя могу точно отвечать, нет. Вот, и будем изобретать новые способы поездки в регион, новые способы работы на земле, потому что это очень важно. Пока у нас есть возможность работать с журналистами, новой газетой, что очень важно. Исключительно, я потом объясню, если позволите, почему очень важно поддерживать новую газету. Потому что она дает возможность подписываться нам своими именами. И для меня это очень важно. Я когда пишу тексты анонимно, я писала несколько текстов анонимно, потому что было вынуждено зарабатывать деньги. Ну, получать гонорар, потому что у нас сейчас совсем аховая ситуация. Была-то, по крайней мере, в самом начале, когда газеты отозвали лицензию. Вот, и я поняла, что это бессмысленно для меня, мне лучше уйти из профессии, потому что никто это не читает. Как только стоит публикация Елена Милашина, эту публикацию читают. Эту публикацию читают в Чечне, она доводит людей до ярости, до такой степени, что они нападают, избивают, пыряют ножами. Я не знаю, что делают, чтобы остановить мою работу и работу моих коллег. Вот, но поймите, что в России больше не осталось изданий, которые бы готовы были опубликовать мои публикации по Чечне с моим именем и фамилией. Поэтому это очень важно. Поэтому пока у нас есть такая возможность работать в России, в новой газете, мы будем работать в Чечне. А можно... Очень неожиданно сейчас, честно говоря, я об этом не думала. Но что эта работа тебе дает возможность... Ну, понятно, что ты из телека, ты вообще не можешь как бы не появляться в кадре. Но, тем не менее, это правда неожиданно какая-то... Да, нет, это вообще для меня входит в теорию журнализма. У меня есть такая собственная теория о том, что, конечно же, наши имена, и если ты уж вошел в эту профессию, выбрал какой-то темник и так далее, псевдоним, это может быть наше будущее, к сожалению. Но пока есть такая возможность, пока мы можем подписываться и вообще как-либо заниматься какой-либо независимой журналистикой в России, конечно же, имя. Я даже фамилию ни разу не меняла. Когда я тебя замуж выходила, я оба раза не меняла. Лена, я хотел тебя спросить, такой важный вопрос. Вот можем взять, не знаю, Галину Иванову. Вот ты говоришь о том, что, ну, вот твое лицо публичное, в Тичню сложно приезжать, и это понятно, что проблема. Ты можешь взять ученицу Галину Иванову и вот ее за год обучить работать в этом регионе? Или это в реальности только вот такими наездами туда возможно, с твоей точки зрения? Ну, с точки зрения техники журналистской, ничего такого сверхсложного я не делаю. Всего лишь говорю с людьми, слушаю их, перепроверяю, работаю с документами, в первую очередь с материалами уголовных дел. Вот, этому, конечно, обучить можно. Другое дело, в Чечне все держится на многолетней работе по установлению доверия с людьми. Эта ситуация с нападением в этом году была очень для меня травматичная. И еще с одной точки зрения. Дело в том, что до этого у меня все-таки не пропадали и не похищали, не изымали никогда. И не было такой возможности получить доступ к электронным носителям, телефонам, компьютеру. И, в общем, все это избиение меня и Саши, оно было немово. Оно было именно, оно, в общем, вокруг того, чтобы мы выдали свои пароли. У меня, в общем, получилось не выдать эти пароли. Тем не менее, все равно есть какие-то технические возможности к любому компьютерному устройству или к телефону подсоединиться, скачать что-то. Я с ужасом ждала, что кто-то из моих источников или контактов может пострадать. И второе, конечно, это уже журналистское такое циничное, что все мои контакты с момента нападения, они просто замрут. Замрут и больше никогда со мной дело иметь не будут, потому что я совершила страшный с точки зрения журналистики грех. Я нарушила вот это вот самое доверие. Ну, конечно, я сделала это не специально, но я это сделала. Так получилось. И я очень рада, что пока нет никаких признаков того, что все-таки до кого-то, то есть никто вообще не пострадал, кроме нас, Саши, в этой ситуации. И второе, все мои источники буквально там на следующий день были в страшном возмущении и готовы были помогать со всем, чем только нужно и можно. Поэтому эта степень доверия сохранилась. Но как научить ей? Это надо работать в достаточно экстремальных условиях, где люди просто боятся говорить. И начинают они это делать только когда, ну, что-то вот в них убеждается в том, что ты их не предашь. Да, я тут вообще не буду спорить ни с каким аргументом, потому что сам работал много на Кавказе. И это, конечно, то чувство, когда ты на одном вайбе с этими людьми, и они начинают... Я не на одном вайбе с этими людьми. А я на одном. Да, я знаю. У нас с тобой разные. У меня, я спорю часто с этими людьми. Ну, не с людьми, а, собственно говоря, с людьми, с жителями Кавказа, да, особенно мусульманских регионов. Я во многом с ними не согласна. Они всегда меня критикуют. Я критикую их. Мы это делаем открыто. Но здесь немножко речь о другом. Во-первых, не весь Кавказ, а Чечня. Да, это разница большая. Да, разница большая. И, во-вторых, когда все-таки мы работаем в Чечне, нас в первую очередь, к сожалению, потому что на самом деле страшно интересные процессы происходят и на Кавказе, и в мусульманских регионах Кавказа, и особенно в Чечне, которое на самом деле, как искривленное такое зеркало, все процессы эти не только искривляют, но она еще их выявляет. Да, и вот социальные такие процессы связаны с исламизацией, с населения, особенно молодежи, с радикализацией, с отдалением ее от России. И, в общем, с этим взглядом, который мы мало можем изучать, потому что очень закрытый регион. Но каждый раз, когда мы все-таки работаем в Чечне, в первую очередь нас интересует нарушение прав человека государственными агентами. В первую очередь полицией, Росгвардией, чиновниками Чечни, да, потому что это вот те самые вещи, самые страшные, которые надо, ну, пресекать хотя бы словом, как мы можем. И, судя по реакции до сих пор, да, потому что, кажется, ну, чего может бояться Кадыров? Сейчас он, конечно, может совсем и боится совсем уже других вещей, более экзистенциальных, чем публикации Милашина в новой газете. Но он на них все равно реагирует и реагирует вот так остро. А значит, значит, надо работать. Два вопроса. Первый спрашивает, как руки, как пальцы? Все работает. Я не знаю, меня видно. Да, все зажило, все хорошо. Единственное, что был такой странный эффект. Оказалось, что самое проблематичное, это даже не переломы там пальцев или там вывихи с перебитой суставы. Самое ужасное оказалось это наши гематомы с Сашей. Вот этих труб, которые... Ушибы, ушибы мягких тканей были настолько серьезные. Во-первых, у нас у обоих упал резко гемоглобин. То есть были внутренние кровоизлияния очень серьезные. Потом они вроде как зажили, а через месяц они начали так болеть, как будто еще раз избили. Оказалось, что они там недорассосались, и надо было еще какие-то там физиотерапию проходить и прочее. То есть вот эти все шишки, они приходят... Да, это так называемые внутренние гематомы. Это очень жуткая, кстати, вещь. Да, я вот не знала. А болело страшно. Я просто не могла ни сидеть, ни стоять, ни лежать. Не надо было еще хуже, чем когда побили. Ну, это опять принормальное спасибо врачам. Вот, все прошло. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Единственное, что, конечно, под этот тяжелый год накопилось очень много всего тягостного. И оно догоняет именно в конце года, когда вроде как зима, Рождество, Новый год, потом опять Рождество, опять Новый год. А праздновать как-то не хватает ни сил, ни совести. Вот, я могу сказать. И второе у меня еще вопрос было. Да, два вопроса. Как раз, когда ты сказала, вот, неизвестный, и мы все заулыбались, ты все знаешь про свое нападение? Как так выходит, что ты все знаешь, а никто не наказан? Ну, я же не следственный комитет, и уж точно не прокуратура, не российский суд. Я могу расследовать как журналист, но расследовать как следователь, то есть предать действиям преступников и доказательствам этих преступлений силу закона, да, соответственно, чтобы это все устояло в суде. Я не могу, я, собственно, с этой позиции не раскрываю практически имен. То есть я на них намекала там в публикациях, но только вот максимум, что я могу позволить, это намек, потому что все-таки при всем том, что я уверена, что именно эти люди совершили нападение на меня и на Сашу Немова, что эти люди, скорее всего, то есть не скорее всего, а точно скорее всего, убили человека, которому я писала и из-за которого на нас напали. Это чеченец, бывший сотрудник Росгвардии. Вот, тем не менее, пока они не привлечены к ответственности, я не могу писать о них о том, что они привлечены к ответственности и подозреваются. И пока они не осуждены при судом, я не могу писать о том, что они виновны в этом. Вот, но я знаю, кто это, я знаю, почему. И как и во всех остальных преступлениях, совершенных в Чечне, по которым я работала, а это немало преступлений, они ждут своего часа. Ну, следователям-то все... Следователям, да. Следователи с самого начала достаточно квалифицированно работали, теперь, собственно, ведут себя ровно так, как следователи, которые расследовал нападение на меня и адвоката Марину Дубровину в Грозе в 2010 году, они сейчас присылают отписки о том, что дело продлевается. Вот мне буквально два дня назад пришло, что дело продлевается еще до какого-то января на шесть месяцев следствие. Не дело, а следствие по делу. Вот, а что там в нем и как, и чего? То есть следователь давно уже не звонит, и нас в известность особо не ставят о том, что там идет. Вот, и понятно, что оно закончится ровно тем, хотя я говорю, раскрыть личности людей, которые на нас топали, просто элементарно. Я уже это объясняла в нескольких интервью, как просто можно было за несколько часов. Ну, кстати, почитайте текст Елены Милашиной, у нас на сайте новой газеты найдете, или мы сейчас ссылочку скинем, чтобы уже сейчас не углубляться в эти подробности. Там была большая публикация о том, что там произошло и из-за чего произошло это нападение. Не подумайте, я не листаю тут соцсети, я читаю комментарии в нашем чате, и вот, Лена, тебе пишут очень много благодарности. И вот тут спрашивает АДС с таким никнеймом, когда будет книга. Ой, о чем, о ком. Знаешь, Лена, это как со статьями, как только будет книга Елены Милашиной, уже не будет, неважно о чем, хоть о кулинарии. Вы знаете, это очень актуальный вопрос, потому что, на самом деле, я сейчас в процессе заканчиваю исследование, которое мне, в общем-то, кажется, ну, несколько зарубежных издателей предложило мне прислать им рукопись мою, ой, рукопись так страшно звучит, я всегда пишу статьи, тут рукопись, ну, в общем, книги, которые я якобы пишу, потому что мои коллеги рассказали, которых вышли книжки, рассказали о том, что я работаю по Беслану, и к 20-летию годовщины я планирую выпустить вот это самое исследование. Понимаете, это не совсем книга, это вообще большая статья, которая берет начало с того самого момента, когда вышел фильм Дудя о Беслане знаменитой, который растревожил государственный муравейник, этот заговор молчания, о мертвом молчании, она просто рухнула, и государство просто стало отбиваться от версии, которую она всегда считала версией сумасшедших бессланских матерей, о том, что штурм начался не со взрывов, бомб террористов внутри спортзала, а с обстрела спецназовцами ФСБ, школы и в первую очередь спортзала полного заложников. Вот, и долгое время государство молчало про эту версию, вот, а потом после фильма Дудя начала ее яростно отрицать до такой степени, что вынудило меня все-таки, я уже думала, что я к тому времени уже много чего, я столько лет работала в Беслане, все написала, оказалось, что не все, Я взялась писать статью, эта статья уже превратилась действительно в огромный большой материал, он достаточно, то есть у меня оказались материалы, которые уголовного дела, я ничего не придумываю, я просто анализирую, я расследую расследование официальное, вот в этой, с позволения сказать, книги, потому что все-таки слово книга для меня значит гораздо больше, чем, наверное, для других людей, я не писатель, я все-таки журналист, поэтому, да, я закончу эту работу в ближайшее время, передам ее своему редактору Оле Бобровой, и дальше она уже скажет, что с этим можно сделать, вот, может быть, все закончится с большим спецвыпуском новой газеты, если к тому времени мы с вашей помощью протянем до 20-й годовщины Бесланской трагедии, ну, и я стала подумывать о том, что стоит, наверное, начать прощание с эпохой Рамзана Кадырова, и вот книгу про свою работу в Чечне, и то, как я вижу эту республику, и как ее поменяла на самом деле власть чеченская, а даже не чеченская, а федеральная, которая с помощью Кадырова привела Чечню к ногтю за эти годы, наверное, это стоит, вот, этот опыт того, чтобы его, вот, как раз-таки превратить в нечто большее, чем статья, потому что я никогда практически не пишу про себя, ну, только когда на меня нападает, вынуждает писать про себя в газете, я пишу тогда про себя, я больше все-таки пишу про людей, про факты, которые не связаны с моей, как это, жизнью, вот, и, а книжка, какой-то формат, который позволит это сделать, вот, я сейчас думаю, нужно ли это делать, честно вам скажу, сейчас не уверена, не знаю. Сейчас наши продюсеры немедленно запустят в эфире голосование по этому поводу, оно будет 100 нужно и 0 не нужно, вот, но мы с Васей, по крайней мере, именно так вы и проголосовали. Да, нет, 100 процентов. А в конце у нас остается совсем немножко времени, я просто не могу не спросить, там еще очень много, из города Иваново, из Петербурга, все шлют приветствия, Лен, и респекты, и так далее. Спасибо, да, потом посмотри, нам столько сердечек, спасибо. Я не могу не спросить, что сейчас Зарима Мусаева, ей отказали в УДО, известно ли тебе, как... Зарима Мусаева, забудьте, что про слово УДО, колония-поселение, обвиняемая, осужденная, суд, уголовное дело, это все, это слова, которые не имеют к ее истории отношения. Зарима Мусаева заложница. Заложница. Не отпускают. Вот и все. Она будет сидеть, пока будет жив Кадыров. Есть ли у адвокатов какой-то допуск к ней, где она находится? Да, она находится в колонии-поселении в Аргуне. Допуск к ней есть. Насколько я знаю, родственники ее тоже посещают. Состояние здоровья ухудшается. У нее диабет второй стадии. Эта болезнь, кстати говоря, позволяет ей находиться не в колонии, не под стражей, а домашний арест. Или вообще, в принципе, подписка какая-нибудь. Но ее брали не для того, чтобы ее отпустить. Поэтому все эти надежды на то, что она была бы... Ей пообещал бывший прокурор республики Шарпуди Абдулкадыров, что она выйдет. Она в этом поверила, когда она еще сидела в СИЗО и когда шло следствие. И она была уверена, что она все-таки ее отпустит. Настолько эта вся ситуация... То есть на Кавказе не брали сами чеченцы, чеченок, заложники никогда. Это впервые такая история. Брали русские, российские федеральные войска. Мы знаем самые страшные случаи, такие как Ельза Кунгаева, которая была убита русским полковником Вудановым. Мы это помним. Но чеченцы такого никогда с чеченками не делали. Это первый такой случай. Поэтому он казался невероятным для Чечни. Поэтому Заря Мусаева верила, что она выйдет. Потом, когда ее в колонии-поселении, якобы чеченская власть смягчилась и вынесла мягкий приговор, который позволяет ей сидеть, отбывать срок колонии-поселения. Это был никакой не акт гуманизма. Это был акт контроля, чтобы она, не дай бог, не вышла. Поскольку у женских колоний не поселения, а в Чечне нет. А, и тогда бы пришлось другой регион. Конечно, Дагестан, ближайшая колония, которая должна была отбывать срок Зарема. Но чтобы не выпустить из-под контроля заложника. Потому что заложников не отпускают. Кавказскую плесницу. В общем, ее превратили в кавказскую плесницу. Это, конечно, гениальная история. Толстого не хватает на это. Вот. И она будет... Ей смягчили приговор, чтобы она попала в колонию-поселение. Потому что колония-поселение на территории Чечни есть женская. И, конечно, никакого УДО никогда до самой смерти Кадырова. Те, кто не знает подробностей, я приглашаю ознакомиться с многочисленными материалами. В том числе видео, как Зарема Мусаеву похищали, отвозили. Как это все происходило и почему. Правда. Это правда было чудо. Это еще был январь 2022 года. Прямо вот буквально за месяц до 24 февраля. Это была самая страшная история, которую рассказывала до 24 февраля в эфире. Да. И у меня, к сожалению, у меня снято очень большое количество материала, связанное с этим делом. И я вот собирался, если честно, в этом году это выпустить. Но я просто не могу никак это собрать. Я в итоге соберу это, видимо, под какую-то круглую... Да, что у меня снято очень много чего, снято в разные интервью и так далее. Еще когда я работал на прошлой работе, я в итоге это выпущу. Потому что, конечно же, как Лена правильно сказала, это абсолютно поразительная вещь. И для тех, кто сомневается в этом, вот будет когда-нибудь касация этого дела, вы увидите, когда это дело выйдет за пределы Чечни. Касация может постановить все, что угодно, но выполнено на местах ничего не будет. Касация не постановит все, что угодно. Касация таких политических ключевых дел для Чечни, касационный суд в Пятигорске выносит совершенно неправовые решения. Лена, можно тебя попросить нашим зрителям YouTube-канала что-нибудь пожелать? Может быть... Ну, то есть, видишь, у нас не Новый год, потому что мы согласны, что как-то и праздновать не очень понятно, что. Мы просто скорее итоги подводим. Да, какие-то вещи мы просим говорить, потому что люди, которые нас смотрят, которые нас подписывают, скомментируют, помогают нам, в том числе с донатами, это люди, которые во что-то верят, очевидно, совершенно. И нам хочется говорить им какие-то слова, чтобы они тоже не опускали руки. Ой, вы знаете, мне тяжело сегодня вообще что-то желать. Дело в том, что я вчера вечером обнаружила сериал, и всю ночь его смотрела, смотрела прямо перед эфиром. Сериал называется «Немецкий дом». Да. Сериал про то, как поколение, которое еще было рождено во время войны в Германии, где-то через 20 лет начало открывать то, во что были втянуты их, и что, в общем, сделали их родители, поколение их родителей. И это знание, оно, в общем, по ходу этого сериала разрушило очень много для главной героини, которая должна была жить обычной такой бургерской жизнью у многодетной мамы, а в результате она остается одна и порывает и с женихом, и со своей семьей любимой, и с ней происходит, в общем, какое-то совершенно такое перемена в жизни колоссальная, и кажется, что это трагедия. А вот я прочитала это не как трагедию, я прочитала, что, да, вот знание, которое требует очень больших жертв, но оно же дает очень большую силу продолжать жить, потому что ты понимаешь, что ты живешь правильно, что вот именно так надо относиться к злу, именно так надо относиться к добру. И да, вот такое знание, что есть зло, что добро, оно требует жертв. Я думаю, что и мы в свое время подойдем к такой точке переосмысления всего того, что сейчас происходит с нами. Вот, и те, кто нас сейчас смотрят, они готовы к этому знанию, они готовы, они знают, что это знание требует жертв, но без этого знания невозможно жить со смыслом. И я могу только сказать, что вот на этой точке мы все выстоим, мы все дождемся того, что ужас закончится, появится не только надежда, но появится еще и радость в жизни. И я вам всем ее желаю. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Это дорогого стоит. Спасибо. Отводись сам, я не могу. С нами была журналист Елена Милашина, не только наша коллега, она хороший друг, и вы видите, с ней все хорошо. И несмотря на то, что сейчас она сказала, мы не будем плакать, мы будем держаться.